А значит, нам нужна одна победа. Одним на всех мы за ценой не постоим. Песню из фильма «Белорусский вокзал» иностранные гости поют уверенно. Зоран Милошевич, научный советник, директора Института политических исследований в Сербии, признается, фильмы и песни о войне помнят с детства. Однако европейская молодежь уже не знает о войне почти ничего. В школе учебников у нас этих событий нет. Одного момента медиа и СМИ ничего не говорили, тогда люди не знали. Сейчас, думаю, это обнова памяти очень важна, потому что пошла фальсификация истории. Для того, чтобы рассказать гостям из Сербии, Молдовы и Польши, какой подвиг советские солдаты ежедневно совершали в те страшные годы, Брянский центр по развитию добровольческого движения и общественных инициатив пригласил на встречу ветеранов. Александр Мазилов войну встретил в Ленинграде. Ему было 14. Вспоминает, после бомбежки Бадаевских складов горящий сахар пропитал мерзлую землю. Ленинградцы подходили туда, кусочек этой промерзшей земли отколупывали, бросали в чайник и пили вот эту коричневую слегка сладковатую жидкость. Со слезами на глазах ветераны вспоминают, как, будучи еще детьми, помогали партизанам, солдатам, раненым, как ждали победы. Это было что-то невероятное. Это настолько был красивый день, что и свелесили. И свелесили сады, как молоком облитые. Война – это труд великий, ребята. Это не просто война. Надо выдержать эту воду, ползать по грязи, в воде быть в холоде. Это трогательно очень встретиться с людьми, которые перешли столько мучений, столько тяжелых моментов, выжили и потом еще работали на благо своей родины. Гости пообещали – обязательно расскажем дома о великом подвиге. Есть и контакт с молодежью, конечно, со студентами, особенно этим, которые занимаются сербско-русскими отношениями. Я им расскажу. Конечно, я покажу фотографии с ветеранами. Я надеюсь, что нам пришлют видео, чтобы они могли услышать такие слова. Считаю, что это очень-очень важно. На встрече прозвучало. Все, что говорят ветераны, нужно знать и помнить. В нашем регионе, как и во всей стране, проводится большая работа, чтобы не допустить искажения истории Второй мировой войны. Екатерина Пормон, Анатолий Чикрыгин, События Брянск.